Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека, и этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. «Мы, русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех». Да, абсолютно правильно, потому что у меня сейчас же идет ремонт, и на паузу его уже в десятый раз я ставить физически не могу. И то, что происходит сейчас с техникой, вообще с торговлей, это не в сказке сказать, не пером описать. Потому что мало того, что цены стали выше в два-три раза на каждую позицию, так и просто ничего нет. В магазинах ничего нет. Пустые полки. «Господи, парни, смотрите, на сахар дерутся люди. Это ужас какой! Господи, горининг!» «Господи, вы видите, мне не понадобится от всех отцовцев! Будьте легны! Успокойся!» «Ну что, всех поздравляю. Этот холодильник стоил в районе 50 тысяч. То же самое сегодня он стоил в районе 50 тысяч. «Ой, арест велосипеда! Уникальные кадры! Это сильный кадр! Нас ожидает крах!» Российские экономисты уже не могут сдержать слез и буквально плачут от осознания того, что будет с российской экономикой из-за санкций. Официальный Кремль делает вид, что все под контролем, но вот что говорят специалисты. Давайте послушаем. С вами на связи экономист Татьяна Михайлова. Татьяна, объясните, пожалуйста, мне, нашим зрителям на пальцах, вот эти 175 миллиардов долларов, которые есть в резерве у России, они спасут страну от дефолта? Нет, потому что, во-первых, частично средства, отложенные в фонды национального благосостояния и в резервном фонде, заморожены сейчас. Мы не можем ими воспользоваться, поскольку они размещены в облигациях стран, которые наложили на нас санкции. Частично средства находятся в... хранятся в золоте на территории России. Теоретически золото можно продать. Вопрос в том, кто его купит. У меня есть большие подозрения, что распоряжиться средствами фондов у нас не получится. Ага, то есть, смотрите, что выходит. 20 лет Путин качал на Запад нефть и газ. Россия на этом заработала более триллиона долларов. Эти заработанные деньги до простых людей не доходили. Их не раздавали в виде зарплат или высоких пенсий. На них не строили школы, не ремонтировали больницы. Фактически все эти деньги вкладывались в западные активы, в ценные бумаги, в валюту. Ну, либо разворовывались российскими властями. И вот их вкладывали, вкладывали. И теперь фактически большая часть этих российских накоплений оказалась просто конфискована. То есть 20 лет работы россиян, 20 лет всеобщего труда просто пошли на смарку. Путин так вложил все эти сбережения, что они просто сгорели. Ну да, гениальный лидер. Я не могу подписаться под точной датой. Но понятно, что краткосрочные прогнозы дефолта в основном возникают из-за того, что у России не будет оперативной возможности просто платить. То есть это как бы не дефолт из-за отсутствия денег. Это дефолт из-за санкций, из-за невозможности распоряжаться деньгами. Страна, которая еще совсем недавно буквально пухла от нефтедолларов, теперь готовится объявить дефолт. Еще буквально полгода назад Россия могла позволить себе купить буквально всех. Они покупали политиков на Западе. Ну и тем более они покупали политиков в Украине. Они могли целые партии у нас покупать, могли себе это позволить. И вот Путин взял и буквально за несколько недель все это вот так вот уничтожил. Уничтожил, отбросив свою страну в прошлый век. Татьяна, если прогнозы сбудутся и будет в России дефолт, это вообще как-либо отразится на простых россиянах? Простые россияне пока не поняли еще, как это отразится. На самом деле нас ожидает крах экономики и откат нашего экономического развития за последние 30 лет примерно на начало 90-х. Гениальная многоходовочка. Путин 20 лет пугал россиян возвратом в 90-е. Под предлогом недопущения возврата в 90-е он фактически лишил россиян буквально всех прав. Отменил свободные выборы, запретил свободу слова, свободу собраний. А потом взял и сам вернул Россию в 90-е. Есть краткосрочные последствия, которые непосредственно сейчас развиваются из-за разрыва производственных цепочек. То есть закроются, возможно, предприятия, которые зависят от комплектующих, от ингредиентов, которые закупались за рубежом. Разрыв цепочек, конечно, повлияет. И это вызовет безработицу, это вызовет сокращение производства. Это будет такой шок в предложении. Это непосредственно краткосрочные эффекты. В долгосрочном это, конечно, просто обнищание всего населения, падение реального курса рубля, падение покупательной способности всех наших доходов. Казалось бы, некоторым россиянам и так уже некуда нищать. Но нет, оказывается, все самое интересное еще впереди. То есть Путин, получается, одних россиян отправляет на бессмысленную гибель в Украину, а другие россияне за это должны еще и расплатиться всеми своими сбережениями и своим благосостоянием. Причем, опять же, что еще важно понимать? Рост бедности это всегда еще и рост смертности. От всяких сопутствующих социальных явлений. Ну, как от болезни, так и от всевозможного роста преступности, алкоголизма и так далее. То есть, когда сейчас многие российские патриоты радуются тому, что в Украине погибают тысячи украинских граждан, нужно понимать, что в скором времени будут погибать тысячи российских граждан. Ну, понятное дело, не от снарядов, не так явно. Они будут медленно погибать от различных явлений, которые сопутствуют падению уровня жизни и росту бедности. Конечно, до большинства россиян это пока еще не дошло, они этого не осознали. Но специалисты уже все понимают. И именно поэтому экономисты, люди с профильным образованием, они уже просто буквально плачут. Господи, надо просто остановить, это уже поможет. Я вас понимаю, Татьяна. За нападение на Украину России придется заплатить очень дорого. Поэтому Россия не выйдет победителем из этой войны. Еще не все россияне это поняли, но вскоре они осознают. Потому что цена, которую заплатит РФ за то, что она сделала, будет огромной. И эту цену вряд ли выплатят даже внуки ныне живущих российских граждан. Редактор субтитров А.Семкин